Слушай, но они всерьез, я имею ввиду власти Московии, они всерьез так считают? Ну ведь посмотри, ну вот дождь, ситуация с дождем, приход к регулятору без переводчика, потому что все с нами должны разговаривать по-русски. Вот мы тут памятники, будем учить латышей обращаться с историей и обращаться с памятниками. Вот мы считаем, что не нужно дублировать на латышский язык, какая разница? Это ваше законодательство, чем мы его должны выполнять? И вот все вот это вот. И ситуация с Казахстаном. То есть это вот как-то правильно, это по заводским установкам русский человек таков? Ведь эти же вещи, вот посол в Казахстане и ситуация с дождем в Латвии, вот они же ведь похожи, ну правда? Конечно, это два проявления одного и того же процесса. Абсолютного презрения ко всем народам, которые когда-то были в составе Российской империи, или до сих пор находятся в ее составе. И оно вот как раз рождалось из того, о чем мы раньше с тобой говорили, что раз об этом никто ничего не говорит, о вкладе других народов, то... А массовое сознание, вот какое оно? Да, да, эти казахи, они там вообще чуть ли мы их научили, как правило, в туалет ходить и так далее. Это вот постоянно приходилось слышать от русских. От казахов ничего такого про русский я никогда в жизни не слышал. И оказывается, я всегда думал, ну это ладно, там простые люди, они ничего не знают. Но когда я услышал, как говорят представители интеллигенции, как говорят представители власти, я понял, что оказывается это распространено очень широко. И вот это невежество, оно порождает вот такие чудовищные совершенно вещи. И люди, самое главное, они даже не понимают, а что они такое говорят. А что такого? А мы вот нас за то, что мы там против Путина выгнали. Да не за это вас из Латвии выгнали. И здесь то же самое. А что они возмущаются? Даже не понимают. Вот это меня как русского человека убивает больше всего. Потому что раньше, в 19 веке, интеллигенции, конечно, такая не была. Если вы посмотрите, там все-таки по-другому относились и к народам, сходившим в состав империи, к национально-освободительному движению. Русские революционеры по-другому относились. Вот такого бы от них, я не знаю таких примеров из истории революционного движения 19 века в России. А сейчас, пожалуйста, либералы, чем они отличаются от, прости господи, посла России в Казахстане? Да по сути, ничем. Такое же отношение. И это очень плохой симптом. Что оно означает, что дальше, кто бы к власти не пришел в Россию, скорее всего, такие настроения будут продолжаться. Знать, будут очень большие проблемы. Их даже не собираются решать, потому что они не понимают, а в чем тут дело. Это очень плохо.